Девочки, всем привет! Добро снова пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет для вас обзор новой косметики. Какая-то косметика новая в индустрии, какая-то косметика будет просто новая для меня. Спойлер, обзор будет просто американские горки, какие-то продукты были просто полным провалом, что-то было очень-очень классным. Поэтому, если вам интересно узнать, кто есть кто, оставайтесь со мной и давайте начнём. Я очень взволнована всё попробовать, я давно не распаковывала и не пробовала никакую новую косметику, поэтому сегодня ждёт много всего интересного. Итак, мы будем пробовать форсали, это у нас праймеры для лица, мы будем пробовать конкретно новый, который пудрой вышел в этом году, если не ошибаюсь. Также у нас на пробу сегодня будет косметика от Селены Гомес Рера Бьюти, тени от Ту Фейс, тартовская помада и консилер от Урбан Дикей, который вы могли видеть у меня в прошлом видео. Итак, мы начнем, конечно же, с праймера, сегодня сделаем какой-нибудь ледненький макияжик, соберемся, хотя нам никуда не надо, потому что почему бы и нет. Пробовала эти праймеры форсали я уже ранее, то есть не конкретно это, которые мы будем пробовать сегодня, а другие. А сегодня мы с вами будем пробовать непосредственно жидкую пудру. Итак, это у нас хорошо, она должна подходить под жирную кожу и она балансирует у нас жир и это как бы пудра под ваш тональный крем, поэтому давайте с нее и начнем. Видно, что у сыворотки есть легкий цвет, но сама она такая какая-то прямо, видно, что она невесомая и этот цвет оставаться на лице не будет. Ощущение, но очень-очень водянистое, прям супер водянистое, меня это не пугает. Я, если честно, ожидала, что у нее будет более плотная текстура, интересно, почему они тогда называют ее пудрово-сывороткой. Продукт очень-очень быстро высох и он прямо так, знаете, как заматировался, прям так, и все стало очень-очень матовое. Думаю, это продукт однозначно для очень жирной кожи, он для сухой никак не подойдет. И когда он застыл, вот сейчас есть ощущение пудры на лице, очень странное ощущение, потому что я понимаю, что это не пудра, а ощущается, как будто бы я прямо очень сильно напудрилась. Давайте посмотрим, как на него ляжет тональный крем. И вот есть места на лице, где я его плохо растушевала, но появился какой-то как белый порошок. Тональный крем я сегодня буду использовать NARS All Day Luminous Weightless Foundation. Я только хотела сказать, что тональный крем наносится очень хорошо, потому что он смотрелся очень хорошо на лбу и на щеках. Но вот на носу происходит какая-то беда, и разрешите вас приблизить. В области Т-зоны поры, если честно, выглядят очень страшно. Я даже не думала, что у меня поры такие большие, я не знаю, ловит ли камера, но если честно, выглядит очень-очень жутко. Вот если прям пальцем так вдавить, втереть, становится чуть-чуть лучше. Но если честно, у кого есть на это время. В общем-то, кое-как я его избила, сейчас он смотрится достаточно прилично, но это было непросто. Я, если честно, ожидала, что наоборот, этот пудровый финиш поможет тональному крему лечь ровно и красиво, с эффектом такой глянцевой, точнее не глянцевой, а идеальной кожи. А получилась какая-то чача абсолютная. И да, я попробую, наверное, в следующий раз использовать свой силиконовый праймер под него. Но первое впечатление у меня на самом деле вообще полное мео. Будем пробовать мои тональные, точнее не тональный крем, а консилер от Urban Decay All Nighter. У меня оттенок Fair Neutral. Такой вот он красавчик. Выглядит абсолютно так же дизайн, как и у тонального крема этой серии. Метальник раньше очень нравился, сейчас он для меня суховатый. Я не знаю, как будет консилер. У него должно быть полное покрытие, он должен быть у нас суперстойким. Цвет очень светлый, мне такой подходит, я люблю светлые консилеры. Консилер распушался достаточно легко, я прямо удивлена, что на такой базе он как-то прям просто это все было. И смотрится цвет хорошо, мне консилер So Far So Good. Посмотрим, как он будет вести себя дальше. Следующий продукт, который мы будем пробовать, это будут румяна от Селены Гомес. У меня маленький наборчик, здесь у нас помадка и румяшки. Помадку мы это пробовать не будем сегодня. Возьмем румяшки. У меня оттенок Bliss выглядит. Очень такой маленький, миленький тюбичек у нас. Оттенок выглядит очень симпатичный, такой розово-персиковый цвет, достаточно светлый. Я такие румяна люблю. Добралось у нас почему-то очень много сразу. Они очень пигментированные. Я видела на видео, люди говорили, что много наносить не нужно, что они легко растушевываются. И за счет пигмента вам нужна самая молодость. В общем, посмотрим, как они ведут себя на лице. Но для начала я сделаю легкий бронзинг-контуринг. Новых продуктов здесь не будет, поэтому я просто к вам переносу уже готовый. Или может нет. В общем, я взяла свой любимый пудровый бронзер от Наташи Диноны. Он очень баттерный, он очень легко растушевывается, ложится просто вот на все. И вот так вот легкое дуновение кисти отразилось на моих щеках. И я уверена на 100%, что это этот праймер от Форсали. У меня давно не было такой суперматовой кожи. Я смотрю на камеру, я просто вообще такая прям плоская в санты. Конечно, все можно исправить хайлайтером. И если вы любите плотные матовые покрытия, я думаю, это Форсали вы оцените. Но имейте в виду, что нужно на ней все просто тушевать, тушевать и тушевать. Давайте-таки попробуем эту Селена Гомес. Я буду носить прямо на щеке, потому что почему бы и нет. Сегодня мы рискуем. Что-то я их особо не вижу, если я на щеках я нанесу больше. Вроде как симпатичный такой натуральный оттенок, но в то же время, если честно, мне кажется, он для меня немножко светловат. Я люблю, наверное, румяшки немножко побольше, поболее интенсивнее. Хотя в последнее время я вообще люблю интенсивные румяна. Очень любила я розовые румяна, потому что они придают лицу такую свежесть. По моим ощущениям, если вы любите кремовые продукты или продукты, которые универсальны и очень быстрые в использовании, которые можно нанести утром быстренько перед работой, это будет один из них. Вы сможете их растушевать легко и пальцем, и бьюти-блендером. Смотрятся они очень так натурально, очень повседневно. В принципе, неплохие. И вот так на вид мне нравится. Я удивлена, что они тоже хорошо растушевались на моем лице сейчас. Едем дальше, я вернусь к вам уже с бровями. Скажу я вам, что и брови нарисовать на этой базе дело вообще непростое. Ой, девочки, прям все плохо. Ну, не то, что очень плохо, но эта бровь еще никуда не шла. Это просто уехала в какую-то чачу, сказала меня не беспокоить. И благо нам никуда не надо. И я надеюсь, что остальные продукты, которые я буду сегодня попробовать, поднимут мне немножечко настроенится. Итак, на очереди у нас Too Faced кремовые тени из серии, кстати, шоколадной. Серия, она вся супер нюдовая, оттенки от приглушенных, бежевых, коричневых до розоватых, персиковых. Все безумно красивые, есть светлые, есть темные, амаретто. В общем-то, все, что вашей душе угодно. И я взяла, как мне показалось, самые нейтральные. Я хотела взять тени, которые можно будет также носить самим по себе, то есть не пользоваться ничем другим, просто накрасить, размазать пальчиками, и идти гулять по своим делам. Итак, у меня оттенок Chocolate Melt. Очень красивый такой розово-золотой флакончик, весь сияет в форме какого-то, ну не бриллианта, но очень красивый. Запаха фактически нет, если честно, я ожидала, что он будет пахнуть немножко шоколадом, хотя бы чуть-чуть, потому что персиковая серия пахнет персиком. Да, оттенок такой у нас шоколадно-нейтральный, мне кажется, может быть немножко темноват, но думаю, если мы его будем растушевывать, это будет то, что нужно. Да. Очень люблю такой цвет, мне кажется, будет очень-очень хорошо смотреться он на глазах. Так, давайте я вас приближу, и мы попробуем его нанести. Сижу как раз тем боком, где уродская бровь. Какой красивый цвет, цвет мне прям очень нравится. Растушевалась очень хорошо, притом никаких пятен нигде нету. И очень красивый натуральный цвет, если вы хотите просто, наверное, подчеркнуть глазки куда-то, если вы спешите, либо если не спешите и готовы уложить туда полный макияж, я думаю, будет это отличным дополнением. Очень мне нравится, я чувствую, что они быстро застыли, кстати, поэтому наверняка вам лучше делать по одному глазику. И они прямо такие конкретно матовые, они не думают, что будут отпечатываться или скатываться. И, возможно, также они будут хорошей основой под тени, так как у них есть такой же светлый оттенок в их линии. Девочки, знаете, что захочу очень заказать палетку от Stacey Alex. Это белорусский бренд. У них есть доставка в Штаты, но они такие дорогие, но не то, что очень дорогие, она стоит 22 доллара, там 6 оттенков, очень красивые. И все их прям хвалят, хвалят, хвалят. Это косметика профессионального визажиста белорусского. И вот я думаю, не могу выбрать оттенок. Если кто-то пробовал ее в палетке, отпишитесь внизу. Или если не пробовали, но хотели, напишите, какой бы оттенок хотели попробовать, потому что просто все выглядит настолько красиво, настолько интересно. И также я смотрела на ее кисти. Кисти очень дорогие, конечно. Та кисть, которая мне очень понравилась, именно по форме, я бы такую кисть хотела себе очень. Она стоила, по-моему, 18 долларов. И единственный минус, она сделана из Майкуна. Майкуна так ходит. Там и также написано, что это, ну, как бы, кошарщий ворс. А у меня раньше была энергия на кошек. И вот мне почему-то кажется, что покупать кисть с кошачьим ворсом для глаз, если у тебя была аллергия на кошек. Правда, у меня сейчас ее нет, но все равно. Я как бы не рисковала, наверное, да. В общем, все. Я все растушевала. Все выглядит, мне кажется, очень классно. Мне нравится этот цвет. Очень-очень-очень натуральный. Чтобы глаза смотрелись глубже, я добавлю, наверное, коричневый оттенок. Из палетки Ким Кардашин, коричневый, матовый. Именно вот сюда, вот вкладочку. И растяжу, чтобы, да, взгляд у нас был более глубокий. Вот тени, мне очень нравится. Меня прям такое настроение подняло, и я не могу прекратить улыбаться. Тени мы закончили. И следующая у нас на очереди. Это помадка от Tarte. У меня оттенок Bestie. Один из самых лучших продаваемых оттенков. Кстати, всю косметику я купила в Sephora. У нас был День Президента. Были большие скидки. Жидкие тени от Too Faced не обошлись в 12 долларов. Так они стоили 24. Помадка Tarte. Тоже, по-моему, стоила 24. Я купила за 12. Набор Farsal. Если не ошибаюсь, тоже стоила 24. Я купила за 12. Наборчик от Sirene Gomez. Тоже был на большой скидке. Не помню, за сколько, но не удивлюсь, если за 12. Консилер вчера я покупала за 6,99. То есть все, у меня прямо такой бюджетненький. Я, как обычно, королева всех скидочек. И вот так. Отвлекаюсь. Давайте пробовать помадку. Так выглядит наша помадка. Карандаш для пуп я возьму, наверное, Nude Truffle от NYX. Он подходит под все. Он такой идеальный нюдовый. И мне кажется, он будет тон в тон как раз таки с этой помадой. Вот видите, насколько эта бровь лучше этой. И вы вынуждены смотреть на эту. Мне очень жаль. Извините. Простите. Помада очень быстро застыла. И мне очень нравится этот цвет. Даже, наверное, не буду добавлять ничего себе в центр, пока ее так и оставлю. Так, я забыла нанести тушь. Нанесу тушь и повернусь. Так, ушки, все, мы закончили. И впечатление у меня сегодня прям очень смешанное. Мне кажется, мы начали прям с очень-очень печальной ноты. И закончили на веселе. Так, давайте по порядку, что мы пробовали. Форсали. Полная ерунда. Мне очень не понравилось. Мне кажется, оно подойдет для жирной кожи, если вы не пользуетесь тональником. Либо, если пользуетесь тональником. И нужно быть очень осторожным. Потом в подборках остальных текстур, которые вы будете использовать, пудры, румяна и прочее. Потому что тяжело на нем тушуется. Ложится пятнами. Ложится то более пигментированно, то менее. В общем-то, я продукт этот не поняла. Я думаю, в каком-то другом видео я покажу вам, как работала вот фиолетовая и зеленая. Потому что это абсолютно другие эссенции. Они намного-намного лучше. А вот этот вот пудровый продукт. Далее мы с вами пробовали румяна от Сирены Гомеса. Они неплохие. Они абсолютно не яркие. Точнее, не яркий мой оттенок. У нее оттенков, конечно, куча. Я думаю, оттенок этот будет смотреться просто супер бомбово на бледной коже. И напомню, что у меня оттенок Близ растужевался легко. О-ле-о, красиво. Я рада. И также у меня здесь была помадка. Давайте я покажу, как она выглядит на свотче. Просто, ну, чтобы вы знали. Оттенок у меня Тенфо, как я уже говорила. Выглядит она достаточно темной. И вот такой оттенок мы получаем. На самом деле, на свотче видно, что она такая щир. Он немножко такой даже с розовинкой, я бы сказала. Мне кажется, в принципе, будет неплохо смотреться он. Потому что я сначала, когда открыла, я перепугалась, что она будет такая же темная. И так далее мы с вами... А, кстати, забыла про консейлер. Консейлер смотрится хорошо. Мне кажется, он тоже немножко суховат для меня. Но я не пользовалась сейчас кремом для глаз. И я наносила эту вот пудровую основу. И я не уверена, что она не попала мне под глаза. И что не за нее оно так смотрится. Потому что сам тональник по себе вот этой серии, он очень сухой, очень плотный и очень матовый. Я очень удивлена, что этот консейлер на самом деле не повел себя плохо. Что он не прям не всосался еще больше, как эта пудра. И не превратила мое лицо прям вообще в сухую пустыню сухар. Смотрится он достойно. Я буду тестировать его далее. Дальше мы тестировали тень от Too Faced. Мне очень понравились. Я люблю жидкий тень Too Faced. Говорила сто раз. Класс. Помадка. Класс. Настроение отличное. На такой веселенькой подъемной ноте я заканчиваю свое видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на новый канал. И до скорой встречи.